Продолжение наших лекций в пределительное время. И тема этой лекции – это «Безы и суеверия». Я слишком много знаю о бесах, поэтому мне, конечно же, не хватит времени, чтобы за час все вам рассказать. Но я надеюсь, что мои познания, они носят академический характер, а не экспериментальный. Потому что сегодня в мире верования в различные нечистые духи, в различных бедах, они стоят за многими суеверными учениями сегодняшнего дня. Я не знаю, какие суеверия бытуют в вашей стране, в России. Я думаю, что они как-то отличаются от тех, что имеют место в нашей стране. Но, возможно, какие-то из суеверий вы узнаете, по мере того, как я буду вам рассказывать, суеверия, выдававшие в античности. Начну я с того, что расскажу вам о верованиях греков в отношении демонов, потому что эти верования имели огромное влияние в Древнем мире. Хорошо начать исследование греческих воззрений на существование демонов из бесов с исследования Плутарка, который жил около 120-го года. Плутарк рассказывает нам, что слово «демон», то слово, которое переводится на русский язык словом «бес», имеет четыре основных значения. Слово «демон» в первом значении имеет общее понятие «бога, божества, божественного существа». Также демоном называли души умерших, умерших существ, которые имели возможность переходить на различные ступени бытия. Считалось, и это воззрение было распространенным, что духи предков заинтересованы в делах, совершающиеся в мире людей сегодня, и вот это воззрение было очень распространенным в то время. В Африке сегодня множество религиозных практик базируется именно на этом воззрении, но помимо Африки также это имеет место в других странах. В третьем значении слова «демон» использовалось для обозначения посредников, некое духовное существо, которое выступает посредником между миром людей и миром божественных существ. И вот эти духи-посредники, они могли быть добрыми или могли быть злыми. Но все больше и больше количества людей считало, что в целом вот такие посредники являются злыми духами. Даже среди греков доминировала такая точка зрения. Но отличие от традиционного греческого использования термина «демон» и христианского использования заключается в том, что для греков иногда это могло иметь значение «хорошего духа», иногда «плохого». Но в христианском контексте всегда, когда речь шла о демоне, всегда речь шла о каком-то злом духе. Но вот в греческой мысли, в языческой греческой мысли, демон мог быть как хорошим, как плохим. Он мог творить добро, а мог творить зло. А также демоном в греческом языке называли «личного духа хранителя». И это также распространенная точка зрения среди людей. Считается, что у каждого человека есть свой дух хранитель. В христианской форме. Это верование трансформировалось в учение о том, что у каждого человека есть ангел-хранитель, который наблюдает и надирает на нем. И сейчас несколько слов о еврейских воззрениях. Иудеи говорили о существовании злых духов. И греко-говорящие иудеи, они восприняли греческое слово «демон». Но даже греко-говорящие иудеи чаще использовали термин «злой дух». Иудеевская литература после Ветхозаветного периода давала различные исполкования происхождения злых духов. Одна апокрифическая книга, которая называется «Вторая книга Ена», дает такое объяснение, что женщины якобы вступили в сексуальное отношение с ангелами. И результатом вот этого сношения было рождение великанов, а духи этих великанов искушали людей к тому, чтобы те творили зло. Это исполкование шестой главы книги Батия, стихов с первого по четвертый. Там говорится о том, что сыны-бужья стали вступать в брак с дочерьми человеческими. Первая книга Ена объясняет это местоописание как вступление ангелов в сексуальный связь с человеческими существами, с женщиной. И вот эти духи этих великанов, которые явились результатом этого союза, они не только искушали людей к совершению, побуждая их к совершению злу, но также обвиняли людей в грехах и сами брали в свои руки наказание людей за эти грехи, и они наказывали людей. Но также нашли свое выражение и другие взгляды на то, откуда произошли злые духи. Вторая книга Ена говорит о восстании, которое произошло среди ангелов. И говорится о том, что бунт этот был связан с завистью, которая имела место среди ангелов, когда они увидели позицию человека, который он занимал в творении. Книга Товид, это книга, которая была включена в канон, то есть она не является частью канона, но включена в него в книги, в католической церкви православной. Но в протестантском каноне и в иудийском каноне этой книги нет. Но вот в книге Товид говорится о том, что, это говорится о допустимом использовании магических каких-то средств для того, чтобы защитить себя от демонов. И опять-таки, именно такой подход мы находим в различных древних античных писаниях. Part of the popularity of magic in the ancient world was as a protection against the influence of the demonic spirit. Частично популярность, в которой пользовалась магия в античном мире, объясняется именно тем, что магия очень часто использовалась в качестве защитного средства от влияния, негативного влияния злых духов. Некоторые христианские писания, такие, например, которые были обнаружены в Кумране, так называемые свитки Мертвого моря, выражают следующую концепцию, в соответствии с которой каждому человеку даны два Духа. И один из этих Духов – это Благой, Добрый Дух, который побуждает человеку к тому, чтобы он творил добро. А второй – это злой Дух, который постоянно искушает человека, побуждает его творить зло. Раббенистическая литература описывает демонов как духовных существ с некоторыми человеческими характеристиками. Раббенистическая литература описывает демонов как существ, меньших параметров по отношению к ангелам, но в каком-то смысле возвышающихся над людьми, более превосходных, чем людям. Основываясь на некоторых отрывках Ветхов Завета, например, таких как Второзаконие 32-17 стих, Раббенистическая литература отождествляет демонов с божествами языческих народов. И мир, в котором родился Иисус, это был мир, наполненный демоном. По крайней мере, так считали большинство людей. И поэтому неудивительно в этом контексте видеть, как часто нам встречается ситуация на страницах Евангелия, где Иисус сталкивается с бесами и с их проявлением. Я выберу из многих этих отрывков только один, где очень ярко описана встреча Иисуса с демоном. И мы прочитаем им Евангелие от Луки, 8 главу, стихи с 26 по 39. «И приплыли в страну Бодаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах, он, увидев Иисуса, скричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе на меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его. Так что его связывали с цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыню. «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион». Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. И бесы просили ему, чтобы позволил им идти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней и бросились в стадо скрутизны в озеро и потону. Пастухи, видя произошедшее, побежали и рассказали в городе и в селении. И вышли видеть произошедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ катаринский, окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лобку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел, прополедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Эта история содержит множество элементов, которые отражают популярную демонологию времен Иисуса. Некоторые из этих элементов мы сейчас перечислим. Демоны считалось, что бесы или демоны живут в пустынных областях. Особенно считалось распространенное мнение, что живут они на кладбище. И до сих пор очень часто еще можно встретить людей, которые придерживаются взглядом, что кладбище – это такое особое место. Демоны считалось, что демон может обладеть, всецело обладеть человеком. И вот тогда человек начинал вести себя, как человек, потерявший рассудок, потому что считалось, что другая личность населяет его теперь. И вот здесь мы видим, что огромный контраст в отличается очень сильно поведение этого человека до того, как он получил исцеление, и после того, как он получил его. Считалось, что демон способен давать ненормальные способности, превосходящие нормальные способности человека тому, кто одержим этим бесом. Также считалось, что знание личностного имени дает определенный контроль над личностью, которая носит это имя. И также считалось, что возможны случаи изгнания этих бесов из человека, который был одержим ими. В этом случае таких бесов было несколько. Так же считалось, что бесы могут переходить, входить не только в людей, но также и в животных. Но вот здесь говорится, что окончательное место, куда должны попасть бесы, это бездна. В Евангелии мы встречаем множество историй, где описывается встреча Иисуса с демонами или с бесами. Евангелие от Луки особенно преобладает эти истории в Евангелии от Луки. И вот все эти отрывки, которые мы находим в Евангелии от Луки, и также некоторые другие отрывки, я все проанализировал их и пришел к некоторым заключениям на основании этих текстов, которые связаны с бесом. Во-первых, хочется сказать, что Иисус воспринимал бесов как реально существующих, и нигде нет никакого основания утверждать то, что Он просто снисходительно относился к такому доминирующему мировоззрению народа простого. Демоны также часто ассоциировались с физическими заболеваниями. Но заболевания, болезнь и одержимость демоническая, они различались. Читать текст мы сейчас не будем, я просто по каждому тезису буду давать вам ссылку на место Писания, а вы ее можете записать. Евангелие от Луки 6, глава 18, в этом месте Писания болезнь и одержимость демоническая, они различаются, но показаны как очень близкие друг к другу. Демоны являлись духовными существами, у которых была сверхчеловеческая способность знать какие-то вещи и сверхчеловеческая сила. Четвертая глава Евангелия от Луки, 44 стих, 34 стих, простите. Также демоны представляются как нечистые, злые духи, то есть духовные существа, которые пребывают в состоянии бунта против Бога. Люди являлись полем битвы, на котором происходило сражение между Иисусом и Бесом. К одержимости Иисус относился не как к какому-то нравственному падению человека, а точно так же, как к любому другому заболеванию. Но Иисус не считал, что у бесов, у демонов, есть какое-то законное право захватывать человека. Демоны действовали под руководством Сатаны и являясь представителями его царства. Евангелия от Луки, 13 глава, стихи 11 и 16. И Лук, 11 глава, стихи 14 и 18. Но что выделяется, прежде всего, когда мы рассматриваем встречи Иисуса с демонами, с бесами, это то, какой властью Он обладал над ними. Подчинение бесов не является выражением окончательной победы над силами зла, но оно является неким предвкушением великой победы, которая грядет в конце концов. Лук, 11 глава Евангелия от Луки, с 20 по 22 стихи. Благодаря власти, которую Иисус имел над бесами, можно не сомневаться в конечной победе над этими существами. Здесь хотелось бы упомянуть Евангелие от Луки, 10 главу, стихи 17-20. И также Евангелие от Луки, 8 главу, 8 главу, простите, 29 стих. И также 25 главу, 41 стих Евангелия от Матфея. Я прошу прощения, что мы не распечатали заранее эти адрески и не раздали вам. Тогда бы мы, конечно, сэкономили время на то, чтобы просто выдавать вам ссылки и вы записывать. Но все-таки мы даем вам эти ссылки и даем вам тем самым возможность провести свое собственное исследование позже. Хочется сказать, что не только Иисус обладал властью над бесами, но также эту власть Он давал и делегировал Своим ученикам. Потому что всякий раз, когда всякое место, которое занимает Дух Святой, там же не остается никакого места для нечистого, злого Духа. Лука, 11 глава, стихи с 24 по 26. Иисусу дала была власть над бесами благодаря Ему полному подчинению и послушанию воли Отца. И точно такое же послушание воли Отца позволяет ученикам участвовать в этой победе. Девятая глава Его в Голи от Марка, 29 стих. И Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23. Но если мы не дойдем по времени, нам не хватит времени для того, чтобы дойти до этих вещей, я хотел бы заранее сказать несколько слов о них. Выше сказано уже достаточно, чтобы обозначить позицию, в соответствии с которой христианам не нужно бояться бесов и их влияния. Потому что мы служим Господу, который превосходит все другие духовные силы. И Он дает нам власть над ними. Затем, что касается последнего раздела, связанного с встречами Иисуса и бесов, о которых мы читаем в Евангелии. Иисус говорит, что есть духовные вещи, которые намного важнее вопросов, связанных с бесами. И прежде всего, это связано с отношениями Бога, с отношениями к Богу и к другим людям. И вот здесь хотелось бы уделить время, чтобы прочитать два места Писания. Прежде всего, Евангелие от Пуки, 10 глава, 20 стих. Десятая глава, 20 стих. Но прежде чем мы прочтем стих, я хотел бы указать на контекст этого стиха. И Иисус послал 70 Своих учеников для проповеди Евангелия. И они вернулись, радуясь тому успеху, который они имели в выполнении этой миссии. Они говорили, что даже нечистые духи повинуются нам. И Иисус подводит некое заключение, услышав, откликаясь, на то, что Он услышал из их уст, простите. В 20 стихе человек. Однако ж тому не радуйтесь, говорит Он, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Насколько бы ни было важно в то время превосходить злые духи, здесь есть нечто еще более важное. А именно вот утверждение, которое гласит, что имена ваши написаны на небесах. И отрывок подобной же бабажности мы находим в Евангелии от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Не всякие, говорящие мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющие волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли именем и пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие. Могли ли люди, не следовавшие за Иисусом, действительно изгонять бесов? Это вопрос дискуссионный, спорный. Но Иисус здесь и не спорил с тем, что они могли это делать. Но Он говорил, что это не служит доказательством их духовной силы и духовных отношений с Богом. А исполняющий волю Отца приемлем. Возможно, эти слова могут послужить для нас руководством сегодня, когда мы имеем дело с людьми, заявляющими, что они могут творить чудеса и обладают некой волшебной магической силой. Возможно, иметь какую-то ценность данные слова для того, чтобы опровергнуть такие заявления. Но лучший подход, по словам самого Иисуса, подвергнуть всех испытанию относительно того, кто же исполняет волю Отца. И это, возможно, лучше, чем вступать в споры с кем-то по поводу того, действительно ли они совершают чудеса, истинно ли они совершают чудеса или нет. И быстро перечислю еще несколько пунктов из-за остальной части Нового Завета. Бесы связывались с лобоклонством. 1 Коринфянам 10, стихи с 19 по 21. Они связывались со лжеучением. 1 Тимофея 4, стих 1. Павел не очень часто использует слово «бес». Он на этот же феномен духовный, он ссылается и использует другие термины. Как сегодня мы читали во время нашего специального времени для поклонения, он их называет начальствами, властями, мироправителями, духами злобы поднебесной. Дьявол-искуситель, но он не имеет никакой силы без согласия человека с этим искушением. И давайте прочтем сейчас из книги Акова, глава 1, стих 14. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И также из книги Акова, глава 4, стихи 7 и 8. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца, вы душные. Точно так же, как мы читаем в рассказах об искушении Иисуса, дьявол и нас может искушать. Но не может нас понудить, заставить нас совершать плохое, совершать неправду. В нашей власти противостоять искушению. И все это благодаря превосходству креста над дьяволом и всеми злыми духами. Павел это утверждает в целом ряде отрывков из своих. Иисус 1, verses 19-23. Например, послание к Ефесянам, глава 1, стихи с 19 по 23. И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Бодесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого не только всем веки, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Это превосходство Креста также утверждается в послании к Колосянам, глава 1, стих 16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И в послании Колосянам, глава 2, стих 15. Огняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой. И эта победа над злыми духами, над духами злого, ассоциируется с распространением Евангелия, Благой Вести. В послании к Ефесянам, глава 3, стихи с 8 по 11, сказано. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности Бога, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнен во Христе Иисусе, Господе нашим». «А еще одно твердое утверждение победы христиан над силами зла мы находим в Послании к Ефесянам, глава 8, стихи с 37 по 39. И я так вот подытожу то, что там говорится, резюмирую, там говорится, по сути, что ничто не может нас отлучить от любви в Иисусе Христе, Господе нашим». «И, конечно, тема книги Откровения – это обреченность дьявола, его роковая судьба. «И власть дьявола, его царство обречено и осуждено». «В материалах, которые вам раздали, есть целая подборка текстов раннехристианских авторов. У нас не будет времени для того, чтобы в подробностях их просматривать. Я снабдил вас вот текстами раннехристианских авторов, помимо Нового Завета, по целому ряду тем. И я это сделал по той причине, потому что этот материал не настолько доступен людям, как сама Библия. Но, как я уже сказал сегодня утром, эти тексты не являются для нас авторитетами. А окончательным или главным, предельным нашим авторитетом является Библия. Но эти тексты являются ценным историческим свидетельством веры и убеждений ранних христиан. Они служат для того, чтобы объяснить и наполнить дополнительным содержанием те образы, которые мы получаем из Нового Завета. И я позволю себе сделать лишь краткий такой синтез, свидетельств ранних христиан на эту тему. Вместо того, чтобы брать для рассмотрения какие-то отдельные фрагменты, как мы делали сегодня утром, рассматривая тему Дня Господнего, я проведу такой тематический обзор всех этих текстов, что они говорят на ряд тем. И опять же, я надеюсь, что они будут полезными и назидательными последствий для вашего дополнительного чтения. В отношении происхождения леса ранние христианские авторы отражали целый ряд убеждений, версий, которые существовали на тот момент из различных иудейских источников и других источников. И мы уже ранее подытожили суть объяснения происхождения беса. Но в частности, одна вещь, с которой соглашались все христиане, была следующая. Они все соглашались с тем, что бесы не были созданы именно как бесы и как владающие демонической силой Бога. Они стали злыми по своей собственной воле, добровольно избрав последовать за начальником, за князем злых сил, за дьяволом. Поскольку христиане утверждают, что существует единый Бог, один Бог, который есть дворец всего смущего. И в то же самое время в мире существует грех. Единственным логическим выводом был такой, что бесы являются духовными существами, созданными Богом, которые в один момент отвернулись от Бога, лишь решив следовать своей собственной злой воле. И дьявол и зло не являются каким-то равноценным, разнозначным началом и в той же степени вечным, как сам Бог. Сам дьявол, например, не мог сделать существующим нечто, что раньше не существовало, то есть не может сделать того, что может сделать Бог. В христианском использовании слово бес всегда ассоциировалось с каким-то злобным, злым, порочным существом. Оригин, весьма образованный человек начала третьего столетия, подытожил взгляды на бесов такими словами. По нашему представлению, все называемые бесами являются злыми. В христианской терминологии слово ангелы, хотя иногда используется для обозначения посланцев сатаны, обычно это слово отводится для обозначения добрых духов, добрых духовных существ, которые оставались благими. Ангелы всегда воспринимались и были благими духовными посредническими существами. А бесы-демоны были теми, кто взбунтовался против Бога. Бесы отвечали за немалое количество их винили и возлагали на них ответственность за большое количество зла в мире. Мы до сих пор боремся внутри себя, мы не можем справиться, не можем объяснить проблему того, что почему в мире созданном всеблагим Богом так много зла. Хотя это лишь часть ответа на данный вопрос, но частью ответа на этот вопрос является то, что большое количество зла – результат влияния злых духовных существ в этом мире. Как объяснял Тертулиан где-то в районе 200-го года нашей эры, вся деятельность бесов направлена на разрушение человечества. За 50 лет до этого Иустин, мученик, так подытоживал то зло, которое вызвано бесами. Он упоминает среди этих деяний убийства, войны, прелюбодеяния, распущенность и всякого рода зло. Но не только зло в общем смысле, но и грех тоже является зачастую результатом действия бесов. Считалось, что бесы провоцируют, побуждают человека ко греху, подталкивают. И чаще всего термин, который используется при разговоре о влиянии дьявола – это термин «обман», «обольщение». Дьявол обманывает людей. Однако же обман и был вот той границей, которая определяла пределы действия дьявола. Дьяволы имеют силу лишь над теми, кто соглашается с их влиянием, кто идет им навстречу. А с праведными, в отношении праведных, бесы не обладают силой и властью. И раннехристианские авторы постоянно утверждают свободу воли человека, понятие свободы воли. Опять же, цитируя Оригена, даже сам дьявол ничего не может поделать с теми, кто полагается на Бога. В другом отрывке он говорит, и ангелы, и бесы могут лишь предложить, намекнуть на какой-то способ действия, на какие-то поступки. Они не могут заставить. Они не могут заставить. Решение уже зависит от свободной воли человека. Описывая ситуацию гонений во времена Римской империи. Ранние христиане приписывали и сам факт гонений влиянию бесов. Также раннехристианские авторы приписывали наличие ереси, уже учений, действию и влиянию бесов. Бесы стояли за языческими религиями. Также выражается, высказывается и связь бесов с магией и волшебством. Раннехристианские авторы не отвергали того факта, что многие волшебники или колтуны способны были на совершение каких-то чудесных деяний. Собственные чудеса они приписывали силе Божьей, а дела язычников, чудесные дела язычников влиянию сатаны. И они основывали свое утверждение не на факте того, кто мог совершать чудеса, а кто не мог совершать чудеса. Но делали они вывод, исходя из нравственного состояния человека, совершающего чудеса. И он исходя из нравственных последствий, произведенных им чудес. Соучастие в Христовой победе над демоническими, над бесовскими духами и влияниями приходит при крещении. Продолжение христианского образа жизни, отторжение греха, отторжение искушений ослабляет работу сил зла в мире. И, соответственно, распространение христианства привело к упадку влияния бесов в мире. Мученичество, как соучастие в страданиях Христа, тоже было средством победы христиан над силами зла. И, возможно, что даже из фактов истории мы можем видеть этому подтверждение. Там, где проповедовалась благая весть, люди веровали в нее, следовали за ней, влияние сатаны, влияние злых сил падало, уменьшалось. И поэтому, как мы изучали тему бесов и рассмотрения в древние времена, во времена античности, мы не должны пугаться, не должны впадать в состояние страха. Как Оригин и другие ранне-христианские авторы утверждали, Те, кто живет по благовестию, по Евангелию, не покоряются, не подчиняются магии и бесам. И я напоминаю Вам те мысли, которыми я поделился с Вами утром сегодня во время поклонения. Мы вовлечены в духовный конфликт. Но в исходе этой войны не стоит сомневаться. Мы служим Господу, который через крест и через воскресенье совершил победу над духовными силами зла и над грехом. И поэтому окончательная наша победа гарантирована. И еще несколько завершающих ремарок по поводу вопроса беса. Возникает вопрос, существуют ли бесы сегодня? Если существуют, чем они занимаются? По крайней мере, есть четыре различные точки зрения к этому вопросу. Первое точное зрение утверждает следующее. Бесов никогда не существовало. Наличие этих отрывков в Новом Завете объясняется как снисходительное такое отношение к суевериям того времени. И язык Нового Завета якобы снисходительно подходит и начинает говорить на этом языке. А на самом деле их никогда не было. Такой реальность. Противоположная точка зрения является взгляд, согласно которому бесы существовали, существуют и продолжают осуществлять то же самое, все то же самое, чем они занимались во времена Христа. Третья точка зрения – бесы существовали, но Христос и Его ученики нанесли такое сокрушительное поражение им, что практически устранили всякую их деятельность сегодня. Четвертая точка зрения – бесы все еще существуют, но их действия весьма ограничены, их силы ограничены. И каждый из этих точек зрения допустимо, возможно, и имеет своих последователей. Лично я не могу принять первую точку зрения, согласно которой бесы никогда не существовало. Это были предрассудки, но так как народ не мог избавиться от них, язык Нового Завета снисходительно пользуется их терминологией. Вот эту точку зрения я не могу принять. Идология, тоже, была частью структуры вещей в Великобритании, но Иисус и Его апостолы не обманывали их язык для популярной веры, но plainly said that it was wrong. Например, почему еще неприемлема эта точка зрения? Потому что, например, еще одна распространенная практика во времена Иисуса – это идолопоклонство. Однако Иисус не идет в угоду, то есть не относится снисходительно к идолопоклонству, к Его терминологии, концепции. Он не идет в угоду популярности на то, чтобы подстраиваться под это. Он осуждает это как неправильно. Я лично склонен к тому, чтобы воспринимать существование бесов как буквально понимаемую реальность и соглашаться с тем, что они все еще существуют сегодня. Потому что верить в существование личностных сил зла нисколько не труднее, чем верить в существование Бога и Его ангелов. Но западный рационализм, он изгнал бесов из мышления современного человека. Но при этом реальность, которую вы привносите в этот мир, рационализм не изгнал. Я говорю о присутствии зла в этом мире. С другой стороны, утверждать, что бес обладает всей полнотой силы, проявление которой мы наблюдаем на страницах Нового Завета, это утверждать, что приход Христа не имел никакого влияния на них. Поэтому с трудом я воспринимаю тот взгляд, согласно которому ситуация Нового Завета и наша ситуация сегодня ничем не отличается. Мне трудно принять этот взгляд. Так же не могу я согласиться с теми, кто утверждает, что демоническая активность, демоническая деятельность ограничивается только периодом Первого Века. Потому что если мы будем сравнивать свидетельства проявления демонической активности, которые мы находим в Первом Веке, они ничем не отличаются от тех свидетельств, которые мы получаем во Втором Веке, в Третьем Веке и так далее. Итак, проанализировав все эти четыре различные точки зрения, я прихожу к заключению, что, скорее всего, четвертая точка зрения является наиболее приемлемой. То есть были демоны, и они продолжают существовать сегодня. Но их силы ограничены, и их конечное и окончательное поражение предопределено. Но что касается ограниченности их сил, или отличия их деятельности, полноты их сил от того, чем они обладают сейчас и до того времени, когда пришел Христос, я тут могу признать, что я не обладаю этой информацией и не могу с точностью ничего утверждать. Но некоторые вещи, и самые важные вещи, я считаю, что самые важные вещи, они являются истинными, независимо от того, на каком решении мы с вами сойдемся в отношении степени активности демонической, которая сегодня может наблюдаться. Но я знаю точно, и это наиболее важно, что христианское учение утверждает, что демонические силы не имеют никакой власти над христианином, только тогда демон может обладать, иметь власть какую-то над христианином, когда христианин добровольно сдается и отдает себя в распоряжение этим силам. Я думаю, первоначально я хотел сделать небольшой перерыв, но так как мы уже все равно заехали за временную рамку, давайте сразу перейдем к вопросам и ответам. В Евангелии от Марка, в 9 главе, в 9 главе, начиная с 4 стиха, и в 29 главе, в 9 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 главе, в 18 главе, в 11 главе, содержится этот же самый факт. Но Марк добавляет один интересный факт. Но Марк ends up one interesting fact. Иисус спрашивает у отца ребенка, как давно он одержим? И отец отвечает, с детства. То есть, я так понимаю, что это было не просто, это было не отроческий путь, это было детство. А отрочество, это у нас? Да, отрочество, это юность, скажем, после подростков. То есть, вы знаете, юность, вы понимаете, что это было детство, но это было детство. Можно ли, если я вспомнился на это, можно ли допустить, что во времена до Иисуса и во времена, когда Иисус был на земле, демоны могли обладать человеком, независимо от того, хотел он этого или нет, или не хотел. То есть, у нас сейчас есть возможность противостоять. Да, противостоять. Да, я на самом деле на основании этой истории пришел под такого заключения. То есть, тут нельзя допустить толкование, что бес вошел в человека в результате его какого-то нравственного падения. И также это подтверждает распространенное отношение, что одержимость демоническая, она нападала в ту же категорию, как некоторое заболевание, расстройство, может быть, такого психологического плана, психиатрического. Я думаю, что это было что-то другим, просто, от того, что мы называем нервной системой. Хотя, конечно, это отличается от того, что мы называем сегодня, например, расстройством нервной системы. Но я упоминаю это лишь для того, чтобы показать еще раз, что одержимость демонстрации, одержимость не считалась нравственным падением человека одержимого, потому что наиду с болезнью перечислялась одержимость. Она была очень близка по восприятию болезни. Но я думаю, что действительно частично победа Христа выражена в том, что сегодня дьявол не обладает такой степенью могущества и власти, которую он обладал тогда. Я очень рад вообще видеть, что кто-то уделяет столь тщательно, столь тщательно разбирает места Писания, при этом проводит сравнительный анализ различных мест, которые говорят об одном и том же событии. Французский историк Гиббон, если не ошибаюсь, пишет о том, что в первой церкви была практика во время собрания изгнания. И он же пишет, что это со временем прекратилось. И он же пишет, что это со временем прекратилось, что это со временем прекратилось. Профессор, что вы говорите о том, что это со временем прекратилось? Это все еще связано с способностью изгонять. Профессор, what can you tell us about this practice? I think the historian whom you're referring is English. That does not matter. I'm not familiar with exorcizms in the assemblies of the church. It was part of the preparation for baptism. It was a part of the process of removing a person from the sphere of the devil, the sphere of the world, and preparing the person then for the baptismal experience, which would bring the person into the realm of God. То есть это процесс, который способствовал переводу человека из опыта влияния сатаны, этого мира, и подготовке его к введению в новую сферу, в новый образ. Осуществлялось это в форме возложения рук на такого человека и затем молитвы к Богу. И при этом обращались к человеку, который должен был пройти через эту процедуру, чтобы убедиться, чисты ли его мотивы. Называлась эта процедура экзорцизмом, но я не уверен, что это та же самая сила проявлялась при этом, при этой процедуре, которая проявлялась во время изгнания бесов Иисусом. В то время как раз использовался этот термин, экзорцизм, но интересно отметить, что язык Нового Завета, это язык, в котором используется термин изгнания, то есть гнать из, изнутри, вовне. То есть, экзорцизм изначально означает помещение некого объекта, заклятого объекта, то есть заклятого, и никакие клятвы или заговоры Иисус, например, при изгнании бесов не использовал. Но, по крайней мере, современные писатели называют это экзорцизмом, но очень распространенно этот термин стал сегодня, и современные авторы очень многие называют именно практику изгнания бесов, называют ее экзорцизмом. И, возможно, каким-то образом допустить использование этого термина в отношении этой практики в ранних церквях на основании ранних текстов. В самом начале лекции о бесах прозвучала фраза, что знание личного имени давало большой власть над бесом. На личностью. Бесом. 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 То есть, знать имя демона, знать правильное имя, как его назвать. И знание этого имени давало практиковавшему волшебство власть над этим демоном. Он мог ему говорить, что необходимо делать. И это была, в общем, суеверная практика, практика суеверия. Но можно это сравнить с чем-то, что практикуется среди некоторых первобытных народов в наше время. Я знаю, что в Африке, например, бывают случаи, когда не разрешают вам люди себя фотографировать. Потому что считается, предполагается, что фотография дает вам власть над ним. Это сравнимо с практикой волшебства того древнего времени, когда считалось, что знание имени определенного злого духа дает вам власть приказывать этому злому духу совершать что-то, что вы хотите, чтобы он совершил. But that is what I was referring to, not knowing the name of a person, but the name of the spiritual power. Ну вот, на это именно я и ссылался. То есть, не зная имени личного имени, имени вот этой духовной силы, это имелось в виду. Ввиду того, что во время искусства в турниках была такая возможность в весу, вообще неограммичная, как на самом деле, для людей, то, ну, отсюда всегда есть вывод, что, скорее всего, как мы понимаем, наверно, таких случаев было больше, чем написано в Евангелии, и, если период того, когда весы и матрия, которые с людьми занимают момент от самого начала человечества до смерти Христа, есть ли, может быть, какие-то свидетельства, что были подобные случаи и где-то, кстати? Are there some evidences of such cases, such events in the Middle East? Мы знаем об этом в основном, вот, в период времени непосредственно предшествовавшем Новому Завету. А вот почему некоторые считают, что вот этот период был особым периодом такого вот феноменального действия бесов, для того, чтобы Иисус мог явить свою власть над ними и, таким образом, показать свое превосходство над ними, над такими силами зла. Я думаю, что тут, скорее, вопрос в истолковании, потому что вот перед непосредственно предшествием Иисуса, очень многие события, вещи люди приписывали действию девокам. И Иисус был не единственным, о ком ходили рассказы, что Он способен изгонять бесов. Существовали и иудейские, языческие чудотворцы, которые заявляли о наличии такой власти. У нас есть интересный рассказ из книги Деяний о семи сыновьях Скибы, да? Скибы. Но и помимо Писания существуют рассказы о деяниях таких вот волшебников из числа язычников. Вот почему некоторые языческие критики христианства утверждали, что Иисус совершал свои чудеса с помощью магии, что Он был магом, волшебником. И вот почему позднее христианские апологеты очень четко различали то, что делал Иисус, и то, что делают другие люди. Он не устраивал каких-то сложных таких разработанных магических обрядов, церемоний. Он просто произносил Слово и достигал результатов. Но не только методы Ему были другими, но и результаты были другими. Потому что Иисус наставлял людей на новый нравственный образ жизни. В то время как вот волшебники, колдуны, они использовали свои способности к чародейству только как бы для саморекламы, для достижения славы и власти. В начале лекции мы с Вами читали отрывок из 8-го апреля, и я сейчас хочу обратить Ваше внимание на 28-й книгу. Он увидит, что Иисус отвечал, кричал, пал пред Ним и громким поводом сказал, «Шьет Тебя до Меня, Иисус Тебя Бога Всевышнего, умоляю Тебя, не мучь меня». Вот это вот последняя фраза «Нимучивание» нам указывает на то, что Иисус мучил этих бесов и демонов. Но до этого нигде указаний нет на то, что Он вступал с ними в какую-то связь, я не знаю, в какие-то отношения. Вот вопрос, как Вы можете прогментировать вот этот стих, и являетесь ли это, потому что Иисус постоянно находился в каких-то отношениях с демонов, и Он постоянно с ними сделал борьбу независимую? Это не единственный отрывок из Евангелия, из Писания, где показано, что бесы имели какое-то сверхийство. Это естественное понятие, знание о том, кто такой Иисус. Этот бес, описываемый, здесь признает, что Иисус обладает властью Его мучить. Точно так же, как в Евангелии от Марка, бес признает, что Иисус есть Святой Божий. Я не знаю, являются ли подобные отрывки свидетельством того, что Иисус был в постоянном контакте с бесами. Скорее, здесь говорится о том, что демонические силы признавали, узнавали, кто такой Иисус, и какова была Его власть, какова Его власть. И они, конечно, находились в некой особой позиции, потому что они могли это узнать, могли это увидеть. Как Иаков пишет в своем послании, даже бесы веруют и трепещут. Но Иисус не хотел принять свидетельство из такого источника. И Он запрещает им говорить, Он им приказывает молчать. Хотя бесы, находясь в особой позиции, которая давала им возможность признать, узнать, что Иисус – Сын Божий, Иисус не хотел свидетельствовать свою пользу из такого источника, поэтому приказывал им молчать. Я думаю, что нам нужно завершить сейчас, поскольку время уже истекло, несколько объявлений. Сейчас мы сделаем пятиминутный перерыв, а потом у нас будет презентация нескольких христианских школ. Напомню, чтобы не Продолжение следует...